Тема «Деревянное зодчество Симбирско-Ульяновска» стала ключевой во время дискуссии архитектурного фестиваля «Разговор с городом», которая состоялась на площадке креативного пространства «Квартал». Разговор шёл об особенностях формирования архитектурного облика центральной части города и ускользающей красоте резных декоративных элементов. Помощник губернатора по архитектуре и градостроительству Ольга Мельникова совместно с Ульяновским колледжем градостроительства и права презентовали волонтёрский альбом «Исчезающая летопись Симбирска», посвящённый теме деревянного зодчества и сохранения исторической идентичности. Мы подключились с департаментом для того, чтобы собрать этот альбом, упаковать с точки зрения дизайна верстки и чтобы дополнить его паттернами. То есть поймать вот те узорные элементы, которые можно было бы и на практике как-то архитекторам, дизайнерам, людям, работающим с мебелью использовать. Почему летопись? Потому что она рассказывает о том, как жил русский провинциальный город в те годы, в ту эпоху, чем он дышал и какую духовность вкладывали люди в эти дома, в которых жили. С 2018 года во время своих экспедиций по селам, городам, области преподаватели колледжа вместе со студентами ловили в объектив фотокамер уникальные, во многом утраченные элементы деревянного зодчества. В разговоре виртуально участвовал Иван Хафизов, основатель Виртуального музея резных наличников. А Кирилл Валов рассказал о планах по созданию музея наличников Симбирско-Ульяновского края под открытым небом. У нас осуществлено уже шесть экспедиций. Муниципальные образования охватили больше половины территории Ульяновской области с таким подробным погружением в локации. В электронный сборник, который будет выпущен по итогам проекта, уже порядка 350 есть кандидатов. Это наличники живых домов существующих, зафиксированные как уникальные. И порядка 71 наличника кандидата в наш музей, собственно, который откроется в мае 2024 года. Директор музея-заповедника «Родина Ленина» Ирина Котова обратил внимание на существующие сложности в работе по сохранению объектов деревянного зодчества в целом по стране и конкретно в Ульяновске. Мемориальный квартал, пожалуй, единственная территория, где бережно сохраняются все дома. К сожалению, за пределами музея-заповедника исторические дома, особенно те, которые не являются объектами культурного наследия, просто уничтожаются. Впору заводить красную книгу для исчезающих исторических объектов. Вопиющий случай произошел буквально год назад. Дом по улице Мира-26, бывший дом Мещанины Башанова, построенный в 1888 году, был стерт с лица земли. Краеведы, историки, архивисты негодуют подобным отношением к памятнику деревянного зодчества. Изображение этого здания в 2000-е годы было включено в набор открыток памятники деревянного зодчества. И самое главное, что наличники у этого дома оставались единственные такие в нашем городе. Было таких, в большом случае, на начало века нынешнего только два дома у нас. Один из них снесли в 2000-е годы, а вот второй в прошлом году. И сейчас наличник данный можно увидеть только в музее. Говорят, что застройщик планирует на этом месте возвести здание в Севдомодерне. Но ни весной, ни летом никаких подвижек на обнесенной забором строительной площадки не происходит. Место, где стоял дом, поросло бурьяном. На той же улице Мира по соседству больше века стоят дома дворян, купцов, мещан. Какая в дальнейшем сложится их судьба – снос или реставрация? К счастью, наличник от дома номер 26 Кирилл Валов успел спасти. И в следующем году он будет выставлен в музей наличников Симбирско-Ульяновского края. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.